привет приветствую друзья да это наше очередное видео артур снова в гостях и я александр академия счастья сегодня поговорим о том как можно справиться если с вами произошел какой-то негативный инцидент вот мы немного с артуром пообщались перед видео и оказалось что у артура все инциденты которые скажем так были какие-то негативные да он так как-то очень позитивно их проходит и даже если что-то негативное появляется как-то раз так вот и рассматривает это да но в целом если бывает часто у людей что какой-то негативный инцидент остается с человеком на долгое время думаю тоже встречал таких людей что как-то ходит с этим начинает там переживать как-то драматизировать это говорить о том что это так плохо и надо с этим что-то делать были у тебя такие моменты в жизни ну да когда не знал практик то конечно в детстве очень много ситуаций было которые потом приходилось прорабатывать уже повзрослев причем многие моменты этим я мог не помнить но когда ты как бы начинаешь практиковать ты начинаешь тебя начинает всплывать в сознании ну вообще говорил психолог что можно вообще дайте она даже видела момент своего рождения совершенно верно вот как раз я об этом тоже хотел сказать что вот момент рождения это такая очень базовая вещь которая на человека часто приводит потом каким-то негативным переживанием то есть каким-то таким вот если человек проходит момент рождения да то есть это очень большая трансформация и вот бывает такое происходит ну вот например я использую оликин да то есть и он помогает человеку погрузиться вот в это состояние и перепрожить и рождение бывают некоторые моменты которые были еще до родов при натальный период и бывает мы выходим на случай потом уже прошлых воплощений да то есть кармические завязки то есть вот именно прочувствовать и перепрожить и это знаешь как перепросмотр вот и тогда это получается уходит прикольно так получается можно не только рождение на прошлой жизни проработать да получается что в прошлой жизни ну как бы мы же духовные существа и мы живем не одну жизнь как нам говорят там мы живем множество жизни да то есть имеется ввиду меня оболочки меня и тела то есть все это происходит ну как бы можно сказать с нами как сознанием и сознание может заглянуть в это прошлое то есть запись прошлое это как бы это запись и потом ее как бы перепросмотр и перепросмотр сделать и что то есть запись она становится скажем так уже она не воздействует если там был негатив уходит потому что можно это рассмотреть как есть наступает принятие с помощью вот этого прибора делаешь ну прибор это как помощь не не прибор делает можно было бы так сказать но на самом деле прибор это просто помощник то есть прибор это электропсихометр то есть вот что он делает ну если возьмешь баночку возьми просто в руку покажу немножко что он делает прибор просто с помощью отклонения стрелки он помогает определить где у человека вот этот заряд то есть я например говорю там ноги там свой момент да когда тебе это было плохо да этот момент определяешь например какой-то случай который произошел с тобой там недавно или давно здесь шок там где ну было какое-то подавление негативные эмоции и стрелочка отклоняется и показывает как бы степень заряда и степень готовности работать с ним потому что эти стрелочка там ну не отклонилась до достаточного то ответственно это к случае не готова еще к тому чтобы его разряжать он здесь важно чтобы ты ты или там другой человек который получает один или процессинг чтобы он был готов то есть его намерение и готовность его как бы как психически психологически двигаться поэтому это прибор помощник в том чтобы понять где же у человека вот это вот его проблема скажем так он помогает да ну да он как бы помощник человека который проводит а как ты понимаешь где это проблема во временном периоде или это не важно почему это тоже важно мы тоже можем это определить сейчас спрашиваю тебя когда это произошло и ты примерно можешь ну там сказать да и стрелочка показывает тоже показанием правда это или не ну как не то что даже правда это не детектора лжи да то есть а она показывает с помощью отклонения вот точно ли ты определил это наподобие космического маятника ну я с космическим маятником не работал но этот прибор он или когда у тебя появляется какая-то картинка как энергия то есть она обладает массой и вот масса находится в тело человека и вокруг него могут быть различные ну как мы говорим массы сущности знаешь вот как сейчас говорят еще да какие-то энергетические то блярвы да то есть что то что влияет на счет и они включаются да например там увидела варивать мы с тобой договорили и может у человека включиться например его прошлая смерть и или смерть этой сущности которая где-то тут его просто нас и находится я начинаю давить на тело сразу стрелочка отклоняется она показывает что тут что-то включилось надо это срочно обнаружить и мы можем обнаружить это и убрать ты обнаружил да да ну то есть у человека есть какой-то запрос подтвердился и дальше мы находим случай когда это все произошло проходим его то есть один два три раза может быть пять раз может быть даже больше пока человек не почувствует что это его пустила то есть облегчение когда чем наша значит проходите проходит это как перепроживание то есть не возвращаешься и как бы проживаешь этот случай по новой он таким образом то есть когда ты его перепрошил у тебя наступает осознание как озарение ты понимаешь а вот почему это произошло со мной то есть человек грубо говоря уходит какой-то промежуток своей жизни это или прошлое и проживает а ему надо погрузиться в какое-то специальное состояние это не состояние знаешь как транс или гипноза то есть этого нет это состояние состояние такого глубокого как бы смотрения человек все осознает все понимает но он как бы погружается вглубь себя знаешь как такое как какая-то вот такое внутреннее с пристальное осмотрение когда человек смотрит не во внешне то есть он закрывает глаза и смотрит вглубь себя то есть какое-то состояние может сказать медитации в какой-то степени ты подготавливалась ну тут нет какой-то специальной подготовки знаешь что давай например подышим или сделаем какие-то там асан или там еще что-то как бы это можно делать да но как бы тут нет обязательности да то есть и например человек хочет там что-то сделать да он может там подышать например или что-то там или самое главное чтобы человек был уставший чтобы он там был в хорошей форме чтобы ничего не отвлекало его потому что фактор отвлекающие это будет мешать человеку то есть а если человек выспался покушал то то есть опять же делаешь пищевые паузы то есть еда это главное чтобы его не отвлекало если ему хорошо без еды пожалуйста будь без еды вчера пришел на эти веревки на пробила спрашивает главное не кушать я говорю я уже три дня не кушал все нормально тебя можно было бы и не предупреждать да просто не знал об этом на самом деле да вот опять же таки заряд может когда включаться может вызывать у человека например либо избыточное чувство голода либо наоборот там ему не будет хотеться есть да то есть он вмешивается в его процессы в эндокринную систему да то есть это почему мы говорим психосоматика да потому что соматика например у человека там боль в сердце да мы когда выбираем этот случай картинку боль сердце уходит то есть например там у человека умерла например там не знаю там мама папа и сын дочь или близкий друг и он переживает по этому поводу у него включается боль в сердце но это как бы рестимуляция обычная про его собственной смерти когда мы смерть обнаружены проходим какую-то ну одну из прошлых жизней это уходит вот так это работает ну а человека то есть по любому человек ассоциирует смерть с чем-то плохим обычно не то что даже смерть я узнаю во время смерти часто бывают какие-то негативные эмоции ну вот человек не просто там не знаю допустим ну как бывает да конечно бывают разные случаи там человек там просто лёгка заснулся да это самый такой наверное простой способ а часто смерть сопровождается какими-то негативными эмоциями болью вот именно вот это вот вот это влияет на человека не не сама как бы ну вот эта смена нервности а именно неприятное ощущение боль связанная с этим какое-то насилие поэтому суть в том чтобы вот почему как бы я показал прибор да и затронул вообще эту тему я уже 20 лет занимаюсь процессингом и саентология генетикой то есть суть в том что получается я пришел и у меня у самого не было понимания смысла жизни того как это все устроено да самое главное это не просто проработка там наш как пришел психологу проработал один случай ушел это как как духовный путь да то есть какой человек например занимается там медитациями или там йога или там у нас по силософии да вот это как духовный путь шаг за шагом человек постепенно повышает свою осознанность классно то есть это я сейчас прохожу одно обучение надо поставить ограниченные цели и неограниченные то есть это цель неограниченная во время ты как воин можешь всю жизнь и идти и что-то новое узнавать да потому что что такое жизнь а это как раз и процесс есть духовного роста вот я сейчас пишу как бы свою новую книгу про философский такой роман да и суть в том что он ну как бы развитие духовного существа описывается и там даже вот когда я пишу книгу знаешь как бы это как некий некоторый перенос моего духовного пути главного героя книги да классно сколько уже есть это продолжение то есть у меня уже есть на компьютере пришли я писал на компьютере сейчас использую голосовой набор мне то есть так больше нравится быстрее процесс идет то есть друзья смотрите какая штука то есть мы сейчас так немного пообщались с артуром то есть у каждого я думаю сложилось какое-то понимание вообще для чего все это нужно и там и что такое там процессинг-одитинг то есть как это работает если у вас я уже стало немножко более понятно вот мы немножко пообщались и стало понятнее то есть у кого-то остались вопросы какие-то то пишите их в комментариях опять же я укажу еще и канал артура в описании тоже к нему заходите он занимается очень интересными вещами я уже в прошлых видео рассказывал и пищевые паузы и продукты пчеловодства и лечение с помощью ну как бы многих болезней то есть с помощью продуктов пчеловодства и пищевых пауз то есть у него тоже очень интересная тема так что заходите и пишите вопросы ему и мне и подписывайтесь опять же таки потому что очень важно повышать свою особенность быть здоровым вот артур тоже что-то хотел сказать да да показываю ставьте лайк лайки точно да лайки делитесь видео вот потому что ну мы классные ребята и я уверен что вам понравится на нашем на наших каналах да хотите жить позитиве подписывайтесь хорошо я иногда меня спрашивают а что ты куришь то есть ничего не курю говорю просто наслаждаясь жизнью так что хотите наслаждаться подписывайтесь на мой насажен канал саша вообще академия счастья и когда познакомился думаю как это академия счастья оказывается вот в дубае сегодня узнал вообще есть министерство счастья то есть люди на государственном уровне все это делают так что у тебя классная миссия я думаю что скоро может быть у нас тоже на государственном уровне будет министерство счастья и ты займешь пост министра счастья здорово я такое только видел ну слышал на Казантипе там было министерство счастья оказывается и в дубае уже так что друзья давайте будем счастливыми и позитивными и радостными наполняйтесь любовью ом в каждой дому ом в каждой дому